здравствуй мой дорогой зритель и это 18 разбор полетов и карта westfield снова но здесь я уже как бы на более ст-шном танке уже не на пт уже интереснее немножко будет значит так мы уже разбирали что здесь и к чему в принципе вот это вот часть карты подходит для зарубы тяжелых танков не стоит забывать что вот здесь стоят птшки обычно и собственно город для опять-таки средних тяжелых танков для которых у которых углы вертикальной наводки не позволяют или там броня занимать именно горную местность потому что там хорошо себя чувствуют японцы американцы у них углы вертикальной наводки есть там советы чувствуют себя похуже а китайцы чувствуют вообще отвратительно прямо скажем место для ст-шек это лес чудес и собственно вот эта вот часть для лт неплохо в принципе занимать город но это очень рискованно в принципе я на ст-шке такой полу пт полу ст ну я занимаю вот эту вот часть для отстрела из кустов если наши не будут занимать вот этот квадрат к 0 который значит я поеду в к 0 то есть ну решение очень простое в к 0 можно за счет скорости подсветить кого-то кто будет переезжать сюда или светляка какого-то засветить убить или подсветить своим или если никто не поедет то потихонечку продвинуться через лес вот где-то вот в этом секторе примерно и засветить ребят которые обязательно вот здесь вот будут находиться собственно поехали мысль на бой такая у противника в сетапе достаточно много всяких ст-шек куча борщей целых три штуки два типа 59 которые наверняка будут там где только что показал вряд ли туда поедут супер перши они слишком медленные ну и возможно будет ст1 понятное дело может быть кому-то из борщей придет в голову залезть туда но в принципе место для них хорошее только ехать они будут пол боя фактически не слишком умное решение потому что респица будут они вот в этой части ст респица на базе птшки и тяжи наверху поэтому чтобы заехать сюда им придется затратить определенное время собственно почему 416 респит сверху но очевидно игра полагает что я пт потому как ст-шки все респица обычно возле самой базы ну собственно подъезжаю сюда вижу что выдвинулся вот обратите внимание тип 59 поехал туда ну тогда мне нет смысла ехать вместе с ним я постреляю по его засвету если он погибнет тогда я займу его место вот в этом секторе вот в том квадрате ну собственно подъезжаю второй наш тип становится тоже тут на птшную позицию кто-то там за нами еще из птшек подъезжает я здесь бросаю блайнды самый такой жирный куст который ну обязательно в нем кто-нибудь стоит просто практика показала что там не обходится чтобы кто-нибудь где-нибудь там не занял эту позицию обратите внимание смотрим на карту у нас уже погибло пт где-то в этом месте ну видимо ее засветили с горки это понятное дело и раскидали во все стволы наши супер пирши молодцы то есть они поехали в этом направлении поскрипеть броней заодно они наверняка кого-нибудь засветят борщ здесь бесполезен пока что если он проедет чуть ближе тогда он тоже сможет вести огонь по этому сектору остальные ребята борщ занимает это место здесь у нас только ст1 собственно я так подозреваю что эту часть мы потеряем просто-напросто за бесплатно хотя у нас здесь 4 пт возможно если кто-то будет высовываться из противников то они просто на получают по лицу ну а пока наша задача здесь пользуясь тем что вот е-25 там поехал вперед пользуясь тем что там тип 59 стоит просто вот накидать ребятам которые подставляются ну и как я и думал вот оба типа вот и ст1 собственно как и предполагалось удачно очень в борт почему-то пробиваю типа 59 хотя по идее не должен был перелет ну собственно тип 59 какой-то упоротый оказался он решил не чиниться решил погибнуть тут убегает супер пирш убегает е-25 не попадаю к сожалению светится як пантера 2 надо было наверное все таки в нее стрелять потому что она в самом таком лихом простреле было ну и наши противники начинают отползать назад это хороший знак если забрать вот эту вот часть карты отсюда можно очень здорово обороняться с этого места с которого я стою или или же атаковать вражескую базу с вот этого сектора который пока что они занимают здесь зачем-то выцеливаю но не знаю зачем потому что там прострела наверняка нет но иногда бывает что ребята скатываются вот сюда вот поближе к мосту и тогда по ним можно пострелять собственно стратегическое место которое нужно отжать это вот этот вот квадрат тогда из этого квадрата можно безболезненно вести огонь по всей базе противника практически ну и соответственно иметь с этого определенный профит чем больше карты отожмешь здесь тем больше вероятность на победу выцеливаю ст1 он зелененький он не такой дурачок поэтому он сразу же после засвета прячется вот ягд пантера ошибается получает полную коробочку я не знаю вообще что он тут делает на своем сарае потому что понятное дело что он засветится и на получает по самое не хочу это глюк реплея не обращайте внимание я ничего здесь не делал вот такое иногда бывает то вот в патче 9.4 случилась такая вот ерундистика непонятно почему не успеваю добрать е25 это делает за меня супер першинг ну собственно супер перш конечно тут получает но вот ст1 уже наполучал поэтому он там ведет себя хоть и достаточно скромненько но все равно его тип наш выцеливает скорее всего это был тип который находился вот в этой части именно он скорее всего его и светил то есть вот они переехали сюда оба я пока поддерживаю пока есть по кому пострелять как только заканчиваются цели по кому ввести огонь конечно же я сразу поеду к противнику вот в этот сектор это понятно касательно этого супер перша ну здесь сложно конечно его добить но неплохо было бы его не отпустить очень удачно попадает снаряд под щеку под скажем так листы которые наклеены у него на башне он туда легко пробивается это целился совсем не туда ну и вот здесь босс выехал приехал борщ абсолютно фульны его там пинают со всех сторон он попадает под перекрестный огонь зачем он туда приехал опять-таки непонятно лучше бы поехал или на горку или или поехал бы дальше где все остальные там птшки стоят блайндом простреливая его знаю что там есть прострел как бы он получает собственно счет не такой радужный как хотелось бы но у нас огромное преимущество потому что типы наши уже выдвинулись к базе противника пытаясь выцелить супер перша ну как бы без меня его там забирают я понимаю что здесь цели закончились надо выдвигаться вперед потихонечку тут посматриваю на типа 59 нет ли по нему прострела но как я и думал что нету поэтому уже можно активно перемещаться эта часть карты очень важна потому что тут есть где спрятаться и в принципе тут можно продавить уничтожить стэшки продавить и уничтожить артиллерию и даже стать на захват по этой траектории ну практически безболезненно но нужно вот отстрелить именно ребят вот в том квадрате где сейчас типы ведут такую перестрелку хотя бывают и фейлы бывали и провалы вот сейчас например тип получил с поджогом отшотной як пантеры но к сожалению она не в простреле не удалось ее добить хотя очень хотелось жду может быть она ошибется может быть покажется но но нет видимо уже тертый калач знает что не стоит высовываться ну хотя он и там погибнет потому что под двумя стволами да плюс он шотный вот вот засвечивается артиллерия и в принципе тут уже проиграть я не знаю что нужно сделать чтобы проиграть потому что все абсолютно понятно расклад сил на нашей стороне арта уничтожена 80 процентов карты принадлежит нам осталось добить еще одну артиллерию и в общем-то дело в шляпе там остался один борщ единственный фердинанд неизвестно в каком состоянии ну и в общем-то наши просто отдэфили вот эту вот часть карты просто постояв в кустах они тем кто высовывался просто накидывали и все собственно ничего такого сверх естественно поэтому направлению продавливание помогает скажем так вот можно конечно и через город продавить но это только при наличии у танка брони и плюс поддержки других танков желательно тяжелых вот если вам помогают если вам оказывают поддержку то конечно лучше давить через город оптимальный но но если нет то через этот сектор запросто можно таким путем проехать конечно не на тяжелом танке потому что вы будете светиться как новогодняя елка а соответственно не принесете пользу команды и вас скорее всего вынесут в вперед ногами и вы ничего не сможете сделать вот поэтому как бы для медленной техники для большой техники которая светится лучше всего под подходит этот городишко или вот место где ошибается сейчас супер першин ну хотя как ошибается здесь уже и так все в принципе понятно деваться ему особенно некуда странно что он мне не засвечивает хотя расстояние достаточно небольшое все-таки 416 объект хорошая машина очень незаметная крайне незаметная я даже засвечиваю борща раньше чем он меня ну возможно одинаково хотя дистанция небольшая это пт-шка пожалуй самая незаметная в игре ну есть конечно и покруче но тем не менее 416 тоже обладает очень хорошим коэффициентом маскировки ну а на этом у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь друзьями выпуски будут еще ну а пока пока